всем привет дорогие друзья сегодня небольшой сюжет скажем так авторская версия об объекте вилла соната сейчас идет съемка ребята делают подводки всякий ну снимают объект профессионально в отличие от от меня и надеюсь что скоро мы увидим большой сюжет в режиссерской версии режиссером которого выступает моя любимая дочь софия романовна леонидова а я просто пройдусь по объекту и сделаю такой бэкстейджик ну думаю тоже будет интересно театр начинается с лестницы а усадьба начинается связных ворот и ограды здесь оградка очень простая поскольку и поселок не позволяет делать что-либо сложное ну и нам в общем это было не нужно мы решили что вот такой очень простой схема для ограды будет вполне достаточно 5 прятаться здесь никого да и в общем хозяева особо ничего нет стараются скрывать естественно в ландшафте мы попытались создать уже зелеными насаждениями от ощущения камерности и закрытости но пока на данном этапе поскольку растения еще очень молодые то что вы видите это наверное такой набросок того что будет в итоге а я плавненько расскажу о том из чего у нас состоит это резиденция под названием вилла соната ну вот я уже вошел на территорию справа мы можем наблюдать гостевой дом и он персонала с гаражом гаража здесь отдельно от основного здания поскольку мне удалось убедить хозяев что пристраивать его к основному дому смысла нет здесь пройти буквально 20 метров и это в общем несложно при позволяет нам избежать проблем связанных с нахождением гаража в пределах основного здания ну то есть некоторая загазованность могла бы а так этих проблем нет здание гостевого дома очень простое форме это фактически два кубика с небольшим навесом материалы применяются практически те же что и на основном доме и ну композиционные даже не знаю что здесь сказать проще некуда из таких самых сложных элементов это вы там наверху такой навесик спиргалами который никакой функции не несет просто для композиции для форсу пандитского вот такой наш простой гостевой домик а мы давайте посмотрим и пойдем дальше вот здесь мы тоже сейчас еще видим оградку со временем это все подзарастет и у нас не будет такого ощущения ограниченности на территории но тем не менее даже сейчас это выглядит все очень нарядно даже я бы сказал слишком нарядно когда деревья подрастут повзрослеют то немножечко этот ландшафт по сурови и будет выглядеть так как мы и планировали изначально а мы теперь подходим к основному дом и собственно говоря он и называется вела соната здесь главный вход что на самом деле опять же в компоновке современных зданий достаточно условно поскольку в хозяева в основном ходят через террасу которая вручена дворе и вот я туда дойду вы увидите здесь вход ну он должен быть поэтому есть хотя пользоваться им приходится довольно редко ну вот только тогда как подъехал и вошел тут вся основная резина нас конечно внутренним дворе которых тут наверное два потому что вот этот двор наверное этого можно было бы за сайте тоже можно было бы назвать внутренним потому что могут как такую красоту назвать не своей свое внутри еще один этой полянкой мы в общем немножечко отгородились вот в проезжей части ну вот тут конечно очень близко у нас появились строения соседние но тоже через несколько лет когда подрастут сосны на соседнем участке наши деревья вырастут этого контакта такого уже не будет прямого здесь ну что могу сказать наверное все мои приемы которые я уже много раз вам показывал и рассказывал здесь тоже собраны воедино это вот такие вот окошки второго плана второго уровня фрамуги не знаю как их еще назвать которые очень ловко очень здорово очень лихо разрывают монолит стены и делают здание очень и очень легким прием не сложный в исполнении не сложный в проектировании и в изготовлении но на мой взгляд все чрезвычайно эффектный единственный минус таких окон могут отметить хозяйки да изнутри там на подоконниках довольно сложно убирать и это наверное единственный минус такого приема во всем остальном это ну как мне кажется самый простой и самый эффектный архитектурный приемчик тем более вот здесь эти у нас идет такая балка горизонтальная основная которая поясывает практически все здание если бы у меня под ней не было окон то ну было бы гораздо сложнее этот образ создать а так все получилось давайте я подойду поближе посмотрим что у нас она исходит внутри с нашими конструкциями ну вот здесь стройка не так давно завершилась сейчас идет как раз подготовка к уже финал чистка мойка и так далее всего поэтому вот стеклянная крыша еще не отмыты скоро она станет прозрачной и будет выглядеть на 10 баллов в отделке здесь наверное главный элемент это дерево это планкин вот за пять лет строительства он уже местами дально немножечко посидел и может быть и требует подновления хотя не знаю я бы оставил вот это дерево стареть так как она стареет натурально и благородно ну вот смотрите не знаю мне вот это безумно нравится то есть когда уже первичная покраска сошла и появляется патина натуральный блин очень круто очень красиво если уговорю хозяина то оставим и через пять-шесть лет это будет просто дерево конечно материал капризный вот сейчас покажу узелок эти местами как только строитель ошибаются и делает жесткое крепление то могут происходить всякие непонятные вещи вот там местечко вот стык двух рейк сейчас покажу вот видите они уперлись одна другую и начал лишь немножко крутить поэтому обращайте на это внимание нужно оставлять дерево возможность на подвигаться подышать но и на краска какую бы мы не применяли если это не масло то со временем нужно будет естественно подновлять хотя мы вот повторюсь мне вот такой вид мне нравится гораздо больше чем если бы это была новая лакированная поверхность ну давайте попробуем пойти дальше обойдем по кругу и посмотрим что у нас здесь есть еще главный вход я вам показал это у нас окна одного из кабинетов здесь у нас окошко одно из окошек мы можем увидеть кухню мы вернее сейчас не можем стекло зеркалит здесь вы видите кварцит на стене можно было бы использовать известняк ну не помню почему мы остановились на кварците скорее всего из-за стоимости потому что дом стройки попал вот во все наши передряги 16 года которые у нас случались а первые эскизы по этому думаю я делал в 16 году вот здесь у нас с террасы первого этажа которая объединяет у нас кухню и гостиной можно подняться по винтовой лестнице наверх к террасе которая выходит главные спальни очень красивый элемент тоже очень несложный в изготовлении это фактически готовые изделия и уже производство этих лестниц освоено раз два три но тем не менее очень эффектно опять же когда в такую достаточно жесткую архитектурную среду попадает вот такая спираль это всегда выглядит очень эффектно тоже могу рекомендовать использовать этот приемчик ну вот внизу у нас подшита тоже досочкой здесь можно был бы конечно этот связь подшивать и более мелкой но с хозяев мы остановились на таком размере 90 миллиметров хотелось бы помельче но опять же только уходишь на мелочевку это увеличивает и срок производства работ и и естественно стоимость материала вроде бы столько на но досок прибить нужно четыре раза больше а это время и не всегда удается договориться с хозяевами и со строителями но тем не менее кроме меня наверное этот эту пробную даже это не проблемка просто вот если бы была здесь мелкая река баба было бы просто гораздо короче вот здесь мы уже подходим к большому витражу с раздвижкой это наша гостиная и вот там под кровлей вот здесь сейчас я немножечко отойду чтобы вы видели этот объем во всей красе это огромный витраж это зимний сад для хозяйки это было центральное помещение и есть центральное помещение именно не гостиная именно зимний сад это то что мы видим в первую очередь когда входим в дом к сожалению интерьер еще не закончил и я еще не получил разрешение на съемку внутри поэтому вас ждет еще один сюжет через ну не знаю может через полгода может быть через год об интерьере интерьер хозяева делают сами мы не участвовали не принимали участие процессе поэтому даже я не знаю что там происходит это будет для всех сюрприз композиционно ну вот здесь меня в очередной раз немножко заклинило на работу с кривилиными балками но как заклинило это прием который время от времени просится на руку и я ничего не могу с собой сделать я с ним работаю когда пытаюсь совместить вот такие жесткие формы здесь если вы внимательно посмотрите то а планировочное здание нет не все элементы под прямым вот это отчетливо видно на витраже зимнего сада чем это было вызвано тем что я хотел развернуть немножко точку зрения не пепендикулярной реке а под небольшим углом потому что туда всю сторону лучший вид поэтому вот была такая диагональная сбивка которая читается и на планах и архитектуре и вот всю эту историю мне хотелось немножко смягчить таким плавным образом крыши но давайте посмотрим чуть крупнее я возьму насколько клево круто и это выглядит да дерево конечно очень благодарный материал но который все-таки требует очень аккуратно отношения не забывайте не забывайте о том что у нас все элементы которые стыкуются с деревянными конструкциями должны позволять дерево вот здесь вроде бы на этом фасаде все выполнено идеально нет никаких проблем и вопросов а чуть дальше я покажу один фрагмент где рейку фасадную декоративную немножечко пережили ну вот точно также не оставили зазора монтажного и в итоге брусок в распор начала выгибать вот видите фрагмент это лечится легко на то есть но он легко меняется поскольку это над обычный брусок 40 на 40 строганый листиничный правда но я думаю что можно именно на сосну его заменить вот и вот и вот так повело тут только потому что он стал в распор очень узко то есть нужно было ставить маленькую щелочку проблема это ну наверное сложно наверное нет ну наверное я по главному думаю уже практически все показал сейчас еще несколько таких сквозных пролетов парагонов ребят профессионалов из группы кино свод которые помогают мне снимать мои объекты это все получится я думаю гораздо интереснее а я сейчас вам показываю свой любительский вариант я конечно профессионал в своем деле в архитектуре но фото и видеосъемка все-таки требует совершенно других навыков и совершенно других подходов поэтому нужно будет немножко подождать и потом мы увидим настоящих лев в исполнении режиссера софи леонидовой и ее оператора из группы кино свод талантливые молодые ребята огромное им спасибо за то что помогают мне в этом непростом деле ну вот здесь я уже упал солнечной стороны ребята будут дожидаться пока солнышко сюда проявится и будут делать съемку ну я могу себе позволить немножечко схалтурить давайте покажу наш последний объем на территории это беседка барбекю они уже был отдельный сюжет и у меня на канале и на форум хаосе поэтому долго нами останавливаться не буду хотя почему не буду буду здание совершенно независимая совершенно прекрасно в своем роде работали мы здесь вдвоем с павлом павлом сороковым за что ему огромное спасибо он тоже большой молодец нынче это свободный архитектор и пробивает себе дорогах наших архитектурных джунглях теперь как самостоятельный ненависимый архитектор так что паш давай дерзай наверняка это смотришь думаю тебе будет приятно слышать мой весный отзыв о твоей работе ты действительно молодец и отыграл свою задачу на сто процентов ну думаю надеюсь что мои советы тебе помогают до сих пор справляться с нашими непростыми задачами вот барбекюшница у нас получилось такая совсем не скромная по объему но это чуть ли не главное строение на участке в этом комплексе поскольку с террасы еще сюда зайду увидите какие роскошные виды открываются но и вот здесь отсюда можно посмотреть насколько здорово стыкуются визуально казалось бы вот такие два совершенно разных сооружения немножко нужно подождать когда ландшафт выйдет на свою проектную мощность когда все правильно подрастет немножко образ конечно изменится а вот алексей наш оператор из группы кинослот я забыл твою фамилию табаков алексей табаков вот я ему в кадре помешал а он мне в кадре не мешает мне так это и нужно я на смотрите какие прекрасные растения уже здесь высажены видите вот здесь еще лакуна есть это сделано специально то что эти кустики будут разрастаться естественно им нужно оставлять место на то чтобы они стали а это главный режиссер сегодняшнего события моя любимая доченька софья леонидова стесняется не надо стесняться красотуленько вот решил отдохнуть в тенечке не мешаешь а я сейчас поднимусь на террасу с нашего пирса то место чтобы был пирс выходит прямо на реку и вот почему наверное барбекюшница чуть ли не главное здание на этой территории потому что смотрите какой роскошный вид у нас открывается во все стороны и на наш главный дом и на прекрасный берег реки и на саму реку могут лукойловского заправка конечно не сильно украшает но тем не менее она есть штука полезная пускай будет и вот панорамка панорамка с террасы площадке барбекю круто 6 лет понадобилось на то чтобы построить этот дом и год на проектирование 16 по 23 в этом году все благополучно завершаем что друзья на этом наверное сегодня все скоро вы выйдете большой обзор сделанный профессионалами надеюсь что будет гораздо интереснее чем то что я смог здесь изобразить по ссылочке вы можете посмотреть отдельно сюжет по поводу беседки барбекю как отдельного сооружения и другой сюжет где я подробно рассказываю о планировках этого дома ну и кручу в архикаде модель для того чтобы можно было внимательно смотреть всю структуру здания на этом все всем пока до новых встреч и